добрый день и сразу начнем о условной классификации метастазов какие методы предпочтительнее использовать прежде всего давайте договоримся о том что мы представим себя в зазеркалье где все возможно все методы которые мы предпочитаем возможны и доступны отбросим в сторону все социальные моменты оборудование наши знания представим себе что мы все знаем все умеем и все у нас под рукой это первый момент далее я бы хотел метастазы разделить очень условно по-рабоче-крестьянский на остеобластические остеолитические смешанные в качестве примера остеобластических рассмотрим возможности диагностики метастазов рака предстательной железы ну общепринятый метод о котором не спрашивали сцинтиграфия сопоставим с позитронной эмиссионной компьютерной томографии на этом слайде прекрасно видно отсутствие каких-либо изменений на сцинтиграммах отсутствие изменений на компьютерных томограммах и яркое свечение на позитронной эмиссионной томографии выполненный с галлием psm а сопоставили сопоставляем вот эти вот одинаковые уровни срезов это по чувствительности следующий момент это развитие метастатического процесса во времени исследование выполненное в девятнадцатом году показывает обилие ярко светящихся образований в различных костях скелета при этом на компьютерных томограммах нет никаких признаков остеобластического процесса проходит год и все эти метастазы становятся явными на компьютерных томограммах воспользуюсь трибуной и раз хочу рассказать несколько слов о сложной онкологической ситуации а именно выявление опухолевого субстрата у пациентов с биохимическим рецидивом при низких значениях пса литература свидетельствует о том что исследования с галлием psm а имеют преимущество перед другими методами исследования в этом сложном онкологическом вопросе и мультипараметрическая мрт всего тела также отстает по чувствительности от исследования с галлием psm а вот сводная таблица по большому мета исследованию из которой видно что галлий psm а имеет большое статистическое преимущество перед другими методами исследования но вместе с тем обращать на себя внимание и то что очень велика разница между исследованием с галлием и с другими агентами с другими трейсерами а именно исследование с натрием фторидом отстает по чувствительности и существенно отстает от мрт отсюда резюме не все препараты одинаковы и не весь петк т одинаков по чувствительности и специфичности и еще одно дополнение к заданному вопросу это тоже сложная клиническая ситуация когда данные биопсии не подтверждают клинические подозрения о существовании опухоли предстательной железы здесь также после отрицательных данных биопсии галлий psm а позволю выявить яркое свечение патологических образований в предстательной железе тем самым прицелиться для повторной биопсии ну и еще один момент рак предстательной железы совсем не обязательно метастатически содержит рецепторы psm а и как оказалось число таких случаев достигает 15 процентов поэтому представьте себе ситуацию когда вы опираетесь на данные по популяции и исключаете из них тех пациентов у которых нет экспрессии рецепторов psm а и до 15 процентов пациентов могут получить ложные отрицательные результаты теста поэтому ответ номер один для поиска остеопластических метастазов в частности рака предстательной железы предпочтительные изучение функций которые опережают изучение морфологии в виде морфологических изменениях на компьютерных томограммах на магнитно-резонансных томограммах но есть нюансы которые в данном случае заключается в необходимости учитывать ложные отрицательные результаты этого теста у пациентов у которых отсутствует рецепторы psm а преимущественно остеолитические метастазы рак легких на слайде представлена ситуация когда при компьютерной томограмме первичный отсутствует изменение в костях при этом фтор дезокси глюкоза хорошо накапливается в кости и только через четыре месяца при повторном исследовании становится очевидной деструкция тела позвонка которая была видна хорошо при предыдущем исследовании а это сопоставление данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии при компьютерной томографии мы видим едва лишь тенденцию к остеопении при магнитно-резонансной томографии совершенно очевидные проявления метастазов рака легких в кости ну и последний пример это остеопластические остеолитические метастазы которые чаще всего встречаются при раке молочной железы здесь чувствительность магнитно-резонансной томографии в отличие от функциональных методов превышает чувствительность позитронной эмиссионной томографии и синтеграфии отсюда следующее резюме что не все метастазы одинаковы и различные локализации выявляются различные методы визуализации с разной степенью достоверности ну и несколько слов о метастазах в печени это пример нейроэндокринной опухоли хвоста подживудочной железы где хорошо видно что правильно выполненная компьютерная томография интенсивное контрастирование в артериальную фазу не выявляет не выявляет изменений в зоне интереса в то время как позитронная эмиссионная томография с галлием дотоноком показывает яркое свечение образования и во времени когда мы наблюдаем этого пациента через 11 месяцев появление новых метастазов не сопровождается структурными изменениями на правильно выполненной артериальной фазе компьютерной томографии не все препараты одинаковы это пример пациентки с нейроэндокринной опухолью с низкой пролиферативной активностью при этом у нее очень хорошо видны метастазы при исследовании стородезоксиглюкозы и плохо видны или не видны с дотаты очень важный очень сложный вопрос это выявление прогрессирование после после лечения включавшего в себя резекцию печени и радиочастотную абляцию мы видим что на фоне ядрогенных изменений печени достаточно сложно понять если проявление рецидива и это помогает сделать исследование с галием и так в диагностике метастазов в печени по пациенту суммарная чувствительность фдг и вот здесь я хочу обратить внимание что это речь идет о фдг пэт мрт которого у нас пока в распоряжении нет но чувствительность мрт при выявлении метастазов в печени широко известна и и сочетание фдг пета с мрт дает существенную прибавку по чувствительности нашего исследования и последнее резюме это о том что если мы проводим анализ по популяции то по при популяционном анализе естественно рационально использовать методы функциональной диагностики методы изучения функции но если мы говорим об отдельно взятом пациенте то рациональный мультимодальный подход и понимание возможностей ложно отрицательных результатов наших тестов ну и второй вопрос когда информативно пэт к т и только она ну скорее всего при невозможности исполнить как к т или мрт по разным причинам невозможность применения контрастных веществ для полноценной оценки патологических образований ну и вот в зоне патологических изменений находящихся в прикрытых артефактами от металла как при к т так при мрт ну думаю что эта ситуация достаточно редкая во всех остальных ситуациях я прошу не забывать о возможности мультимодального подхода и решать проблемы не обязательно с помощью такого подтекста который содержится в этом вопросе она и только она так не бывает спасибо а а а а а Продолжение следует...